Спасибо, добрый вечер, дорогие друзья. Я несколько слов хотел сказать о том, что я занимаюсь в основном скульптурой. Делаю скульптуры из дерева, скульптуры потом раскрашиваются довольно ярко. Потому что я учился как-то на скульптуры и готовился всю жизнь делать памятники и делал эти памятники, но увлекся очень в свое время народной игрушкой, кинетической, деревянной и вот с тем пор, как я занимаюсь всякими такими штуками. Но кроме того, что делаю скульптуры, поскольку я живу в провинции, в городе Воронеже, то там приходится не только делать скульптуры, картины, кровёры, но и самому организовывать выставки. И поскольку выставок организовывать особенно негде, если нет галереи, то нужно еще открыть галерею, а если нет музея, то нужно еще сделать музей. Поэтому приходится делать очень много всего. И в том числе устраивать фестивали. В общем, короче, деятельность не ограничивается изготовлением скульптур. А много еще, значит, чего приходится делать. Но я хочу показать вам в первую очередь, значит, свои скульптуры, которые делают в своих мастерских. А потом немножко расскажу о какой-то такой фестивальной, общественной работе, которую тоже приходится выполнять. У меня есть мастерская в городе, есть мастерская за городом. И за городом, конечно, работает легче. Как мне один друг спросил, сейчас как-то тебе нужно дерево, например, для скульптуры. Как? Берешь топор, идешь в лес, срубаешься, приносишь домой, как бы делаешь. Я, конечно, сражусь электричку, выезжаю за город, срубаю дерево, потом затаскиваю бревно в электричку, привожу. Мне, вот, например, как скульптору, работающему по дереву, очень повезло, потому что Воронежская область граничит с Липецкой областью. И я никогда не задумывался, почему она Липецкая, называется Липецк. И тут вдруг-то я покупаю очередной кубометр дерева липы, а липы очень мягкое дерево, с ним удобно работать. И когда спросил, я говорю, откуда, ребята, вы липы тут привозили? Ну, а откуда? Из Липецка, конечно же. То есть Липецкая область является главным моим поставщиком деревьев. И мне даже в какой-то степени стыдно, потому что я, ну, ровно количество деревьев загубил. И чтобы как-то загладить эту вину, я стараюсь сажать все время деревья. Сажаю у себя в саду, у соседей, на границе с соседями. Потом купил еще в другой деревне дом, и там стал сажать деревья, дубы, березы, когда-то было еще Липецк. И вот, значит, из этого дерева изготавливал скульптуру. Ну, изучая, как бы, вот пластику, традиции старых мастеров, я обнаружил огромное количество народных преданий. Что в старину русские люди, ну, не только русские, были настолько умелые, что могли обходиться одним топором. То есть они топором могли и дом срубить, и, значит, сделать ребенку, там, игрушку, куколку, и побриться могли топором. И я, как бы, старался в области подорожать, чтобы у меня такой же был острый топор, чтобы бобриться можно было. И старался обходиться без других инструментов. Просто топоров было довольно большое количество. Вот там, как матрешки, они у меня в мастерской стоят большие, 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 маленькие, маленькие и так далее. Вот. И больше всего меня привлекает в том, что, работая топором, вы сделаете скульптуру намного быстрее, если будете работать маленькими инструментами. Потому что маленький инструмент, он, наверное, снимает маленькую струску, а топором вы можете отрубить большой кусок. У нас, в художественной школе, когда я учился, преподаватель учил, что, если, ребята, кто-нибудь из вас будет скульптором, запомните слова Микеллянцева, что самое главное при изготовлении скульптуры нужно отрубить все лишнее. Вот. И я, как бы, больше, не то чтобы советом Микеллянцева, а советом моей учительницы, стараюсь всегда вот все лишнее отрубать. Вот. Ну, после таких вот рассказов, хотел бы вам показать, я просто хотел вас подготовить немного, чтобы сейчас вы увидите. Потому что, например, вот, может быть, вы ожидаете, что скульптор, это должен делать, в первую очередь, мраморные статуи и надгробие, что-нибудь такое величественное. Мне хотелось, наоборот, чтобы скульптура была, ну, довольно такая веселая, живая и, ну, нет, ехидная, может, не даже. Вот. И одной из моих любимых таких серий, мне нравится работать с сериями, поскольку с помощью топора я работы делаю быстро. И если бы я захочел сделать одну скульптуру, я бы сделал ее быстро, и дальше мне, как бы, делать нечего. Поэтому я делаю целую серию. И вот у меня есть несколько тем, которые я делаю на протяжении почти всей своей жизни. Ангелы, очень мне нравятся, нравятся обнаженные женщины, венеры, нравятся цветы и нравятся очень звезды. Вот. Вот недавно, примерно год назад, я делал выставку, и куратором у меня был очень такой хороший художник-фотограф из Ростова, Сережа Сапожников. Вот. Он, живя в Ростове-на-Дону, а я живя в Воронеже, он как бы курировал мою выставку, делал отбор, работ, делал экспозицию. То есть я ему показывал на скальпише, значит, что я делаю, куда я вешаю, он, как бы, руководил мной, и, таким образом, был вот, куратор. И эта выставка мне очень, как бы, ну, цена очень для меня, потому что я бы сам на такую и не сделал. Это, значит, Сережа заставит меня сделать такую инсталляцию. Это симуляция такого верстока, за которым я работаю у себя в мастерской. То есть вы видите, очень много стружек, это тут все лишнее, что топором отсекается, или пивой отпиливается. И там разложены какие-то инструменты, видите, там топоры, лежат струбцины, стовески. Здесь заготовки, значит, там разных деревянных скульптур. И вот на пол сваливается ненужный такой мусор. Здесь вот на открытии выставки я объясняю примерно то же самое, что вам рассказывают, байки всякие. А там, значит, на стенах висят звезды. Звезды. Ну, звезды, как бы, мне хотелось с одной стороны создать несколько такую сказочную атмосферу. Ну, она, как бы, знаете, во всякой сказке там есть и доли истины, и философии. Вот. И звезды здесь, как бы, ну, чуть ли не взяты из учебника по астрономии. То есть, где-то там черные дыры, где-то там красные картики, там голубые гиганты. Вот. И все они, значит, вызывают какие-то разные ассоциации. Когда смотришь на звездное небо, одна звезда светится пёкным светом, другая там холодным. Вот. Здесь вот даже вот мне сапожников разрешил, как бы, такой панорамму звездного неба сделать. Сначала не хотел, но потом разрешил, чтобы луна. Не больше одной луны, чтобы было. Здесь вот, видите, такой вот симпатичный молодой человек в бокаловке. В беретке. Это пришли ко мне анархисты. И мы с, значит, с ребятами в Воронежском центре современного искусства выставка проходила. А мы хотели сделать такую заумную-заумную беседу на открытии выставки. Они подготовили очень умные вопросы, там, о концепции, о искусстве. Вот. Ну, что-то такое совсем. Идут пришли, вот, два анархиста выпили вина. И, значит, старист говорит, можно вопрос? Ну, так, конечно. А почему у вас все топоры приклеены? А я там, на всякий случай, приклеил топоры на свои инсталяции. И, в общем, подобными вопросами они научите нас довольно долго и сорвали нашу такую заумную дискуссию. Но все равно это тоже интересует. Вот Сережа Сапожников сделал. Видите, все звезды построены по ранжиру. Но поскольку они все разные, получились как бы портреты звезд. Ну, это вот такие вот черные дыры, зловещие, но всемогущие практически. Могут поглотить все, что вот. Это огромная такая была, звезда двухметровая. Вот, это вот моя такая вот, одна из любимых выставок, которую, значит, вот, делал не я сам. Если бы я не делал, конечно, я бы делал по-другому. Когда работаешь с куратором, это вообще для художника, мне кажется, страшно интересно. Художник во время такой работы практически отдыхает. Не нужно думать ни о чем заботиться. Обо всем заботится куратор. Потом, бывает, тоже я показываю вам работы последние, где-то, наверное, двух лет. То, что за последние два года делал, потому что сделано очень много, и некоторые мотивы повторяются, как я говорил. А это вот новые у меня появились темы. Потому что, ну, кто-то там из галеристов или из тех же кураторов попросил что-то сделать, то, что ты раньше как бы не делал. Сделаешь иногда что-нибудь такое и положишь в ящик туда, чтобы потом когда-нибудь сделаю. Куратор увидел, говорит, ну, давай делать вот это сейчас. И вот был такой проект. В Московской галерее Роза Азора делал выставку «Красная книга». Ну, как бы выставка посвящена была воду экологии в России. А я, поскольку живу очень много на природе, в сельской местности, мне тема природы и ее сохранение очень близка. И я на 100 километрах от ворот уже есть заповедник в Девногории. И там маленький хутор, вот этот хутор при заповеднике, где живут сельские жители. И я в этом хуторе открыл художественную галерею. И она называется «Галерея в Девном переулке. Флора и фауна хутора Девногории». И там, в основном, выставляются изображения растений, животных, которые делаю я и мои друзья. И вот, когда я открыл эту галерею, то сотрудники заповедника, биологи, говорили, «Сережа, только ради бога, не выставляй, пожалуйста, здесь чучело зверей, отрезанные головы и вот эти вот всякие муляжи зверей. Вот это вот очень страшно. Но против этого, ну как же так, нас с детства учили любви к природе именно на чучелах. Приводят в зоологический музей, показывают убитых зверей и говорят, берегите природу, любите природу. И я думаю, как же мне обойтись без чучел и решил сделать деревянные, опять же, вот эти вот симуляции этих чучел. И сделал довольно большое количество отрезанных голов моих любимых зверей. Это вот, значит, у нас летучая мышь, летопырь, утка. Тоже утка по голодни резко сокращается, особенно к осени, когда они добирают жир. Лисы. Лисы, да, бегают в лесах, тоже сокращают по голодни. Ерши. Из ершей очень вкусная галская уха, поскольку мы на дороже, мы тоже становимся редкой рыбой. Ну, зайца, русак. Вообще, как бы. Днем и ночью охотники ходят с оружием. Сон, сонтанская рыба. Очень вкусная, очень рекомендую. Здесь они все у меня сфотографированы, как бы, в мастерской, в такой рабочей обстановке, поэтому не очень, как бы, все такое глянцево. Это выхухоль, такой зверюх, живет у нас в Воронежском, Хаперском заповеднике. Очень смешной, у него опыт, как бы слоненка, вот так вот. Это вот медведь, наш символ, нашей страны. Но здесь вот я еще не успел сделать надпись, это котик должен был быть. Курица, курица тоже, раньше в деревнях ходили стада кур. А сейчас вот редко, может быть. В порсту. За козла. Ежи, кстати, ушастых стало очень мало. Сейчас больше такие малоухие. Черепаха Володная у меня появилась после событий на Володной площади, честно говоря. Ну, защита мышей, я даже писал в Воронежском университете такую бумагу. На них же опыты делаю все время ученые. Ну, вот жалко мышей. Дятел тоже, как оказывается, нуждается в защите, потому что, вы знаете, он нос долбит, когда по дереву, то к концу жизни у них возникать страшная болезнь мозга. То есть это постоянное сотрясение мозга приводит к тому, что он заболевает, в конце концов. Да, и не доживает до здоровья. Ну, олень. Олень страдает от, как сказать, спраконьера. Еще хотел бы сказать о том, что часто очень мне приходится работать с детьми. Ну, например, я детей люблю, свои дети, внуки. И, как бы, они знают, что дети требуют все время игр, чтобы с ними играли, с ними занимались. А поскольку у меня есть мастерская, там, всякие инструменты, я могу делать для них игрушки, и они просят, чтобы делали игрушки. И потом этими игрушками с ними играли. И я вот в этом году в Месной попросили... В Воронеже открывали по моей инициативе городок «Маленький для птиц». То есть сделали большое количество сковоречников в парке. И на открытии, значит, вот этого городка «Птичевод» я там написал сценарий, и в том числе нужно было разыграть спектакль. И для этого, значит, мероприятия я, значит, сделал таких вот кукол. Ну, вот это на руку надеваются такие, как бы, перчаточные куклы, и там разные породы птиц. И они должны рассказывать, куда они улетают на юг, как они возвращаются, чем они питаются, и какие они издают голоса. И, значит, я заставлял детей уже сдавать голоса. Ну, смешно, когда они там печатают «как-как», «каря-каря», «чик-чик-чик-чик-чик». Ну, и вот для этого специально были вот такие вот изготовлены куклы разных пород птиц. Ну, я в какой-то степени вот Диме Цветкова здесь подражал. С чего это, а? Ну, да, то есть практически у нас было не фигня такое. Она превратится в красавицу. Вот, и вот здесь грачи, воробьи, значит, там дрозды, дьяплы. Ну, попало несколько у нас персонажей, не птиц, потому что они должны были с птицами там в дьялок заступать, задавать им вопросы. Ну, вот змея. Змея тоже, она должна была пугать птиц, тоже в сказке. Вот, а тут появилась такая серия, она еще там потом увеличилась. Потом, значит, у меня была такая, значит, тема. Как-то задумывался о том, что среди вот всех творческих деятелей нашей страны художники не особенно почитали мои люди, а больше всех в обществе уважают писателей. Вот тот, кто пишет книги, в казакасов ставит памятники, их приглашают на телевидение, о них пишут книги, гордятся дружбой с ними. То есть писатель, он как бы вот в России более ценный такой вот персонаж. И самое главное, что все их слушаются, что писатель или поэт скажет, например, и все примерно вот так вот потом выполняют. А то, что вот художник, например, скажет к этому, относится, ну, как к шутке такое-то, что это все несерьезно, что это не по водаму строя, и мне пришло в голову, что нужно хоть как-то вот приблизиться к славе писателей, надо сделать их изобразление. И вот у меня была такая серия «Вооруженные российские писатели и поэты». То есть здесь я стараюсь в первую очередь, конечно, изобразить тех, кого я сам читаю, кого я люблю из классиков, а из современных, ну, тоже, опять же, кого я читаю, кого я люблю, с кем дружу, с кем знаком. И сначала думал сделать буквально там несколько своих друзей, а потом как-то уже невозможно остановиться, стал смотреть документы и обнаружил, что на фотографиях почти все писатели сооруженно фотографировались. Вид попозирует, то на охоте, то там кому-то виды домой пришли, кто-то кому-то кинжал покажет. И даже вот Андрея Родионова, нашего поэта, неожиданно увидел, он ездил к своему сыну в армию на присягу и фотографировал с утопатом калашином. Костя Рубахин постоянно, он без пистолета вообще никуда не ходил. Вот, значит, ну, есть у нас, в Воронеже у меня любимая такая бытая Сальяна Дудукина, вот она, как бы, меч в руки не берет, но он с нашим постоянно ходит. Ну, и, конечно, здесь, здесь, конечно, такой подвох, что, ну, как бы, писатели боятся, конечно, не из-за того, что у них есть пистолет, и ружье, а то, что он может слово «убить». И, знаете, такие выражения, что там эти книги, там, страшнее пистолетов, да, и что, например, Маяковский требовал приравнять стихи к штыбу, ну, здесь, как бы, такая приятная, очень, метафора, для художника, знаете, изобразить кого-то с оружием, верхом на коне, это одно удовольствие. А размеры, какой же размер? Размеры абсолютно разные. Здесь вот, ну, тоже не то, чтобы это концептуальность такая была, но просто мне из головы не выходило, не выходили слова Абда Ахматова, что вот стихи рождаются из всякого ссора. И для портретов поэтов я тоже использовал отходы. Остаются обрезки досок, фанеры какие-то. И поэтому, например, вот лежит, как вы знаете, по лесу, идешь, увидел сучок. О, да это похоже на балерину. Ну, и взял сучок и сделал из него балерину. А здесь, когда идешь, лежит обрезок. О, не сделал ли мне из этого обрезка Маяковского? Ну, и делаешь в Маяковском. И получается, что они размером, ну, где-то от 20 сантиметров, ну, до сантиметров до 80, примерно, вот так. От 20 до 80 сантиметров. Вот Гермутов большой получился. Я нафанайлова не потому маленькая, что я ее не уважаю, но просто вот лежал такой вот кусочек дерева, очень похожий на такую фигурку. Ну, я ее сразу изготовил. Ну, кстати, вот я делал эту выставку зимой в Воронеже. А в сентябре, она будет, в начале сентября, в Москве, где я делал зазор. Там еще смешно было, конечно, для Воронежа. Я специально сделал больше воронежских поэтов и писателей. И чтобы воронежской публике еще было более весело, я, значит, им сделал такие пузыри на стену, приклеивал с изречениями из их произведений. И пришел к ужасу, что все они страшно политизированные. И классики, и современники. Там что делать? Вот. И большая была, конечно, задача выбрать что-нибудь такое повеселее. Что-нибудь веселое, нейтральное. Вот. Там Шкловского, например, невозможно было ничего нейтрального найти. Вот. Ну и не Маяковского, не Быкова. Там... Ну, в общем, короче, очень политизированные такие товары. Да, может, ты сам это есть? Что? Ну, ты же сам есть в этой серии тебе? Ну, конечно. Конечно, все. У меня есть там их, ну, человек, наверное, где-то 80 примерно. Вот. Примерно. Примерно. А это воронежский такой поэт Кольцов, он писал, нормальный стиль. Очень был товарищ воронежский поэт. Ну, это наш любимый Андрей Платонов. Попутин. Дмитрий Александрович. Саша Гарби, он в Америке живет, поэтому у него там нетронная бомба. Ну, есть еще такие, значит, серии, которые делаются, ну, в протяжении довольно длительного времени. Вот у меня, например, есть такая серия, называется «Сказка», условно. Я ее даже, как бы, и не выставлял никогда. Просто делаешь, ну, думаешь, надо, чтобы этих персонажей было очень много. И, слава богу, есть склад. И на склад все это сносишь, и ты наскладываешь. Вот. Мне очень нравится, поскольку, может быть, это связано с тем, что живешь на природе, в деревне, и потом, как бы, Воронежская область, она граничит с украинскими областями. Вот эти степные зоны, где протекает ликадон, там население очень мистифицировано. Очень много легенд, сказок. Все, значит, рассказывают, причем об этих сказочных персонажах, как о реально существующих. Например, в народе живет мера в том, что существуют домовые, ведьмы, и они живут вместе с ними, нашли способ сосуществования. Так, например, в заповедике Терногории строил маленький музей, такой свой собственный музей истории Терногории. Там, начиная от кочевников до современности, как в историческом, в симуляции исторического музея. И когда все это дело, пришла ко мне одна местная жительница, и приносит такой пакет с шерстью, и говорит, вот я слышал, что музей делать, может быть, вам это пригодится. Я говорю, что это не принесли, какая-то собачья шлясть, что ли? Она говорит, ну что ж вы не можете собачья от шерсти домового отмечить? Шерсть домового. Я говорю, ну все же, берете шерсть домового, ну как он ходит по дому, так чешется, она прям плаками с него жить, я денегом выметаю, выметаю, выметаю. Ну вот, я, значит, взял эту шерсть, и директору заповедника говорит, слушай, Марина Ванна, может, надо сдать на экспертизу? Она, ну как себе представляешь, мы заявку напишем, заповедник просит установить достоверность шерсти домового. Ну так, в общем, короче, у меня в музее висит шерсть домового, без экспертизы, у меня написал, что это шерсть домового. Вот, и вот с этими сказками, с этими персонажами как бы живешь, и хочется как бы вот эту сферу тоже вот отразить в своем творчестве. Ну вот, и особенно, вы знаете, там, когда вот идешь на прогулку в лес, и там вечером как-то, там же как бы каждый куст кажется тебе, то ли это человек, то ли это леший, то ли там это непонятно что. И вот какие-то такие персонажи, вот, когда их делаешь, с желанием там напугать внука, ну подшутить над женой, например. Вот так вот сделаешь, и вот это вот в саду я выставлял. И у меня там была как бы выставка для внука практически. Внук приехал вдвоем на сестричкой, и они сразу не веселились. Они их палками били, пугали, сами их пугали потом. Вот, и вот разных этих персонажей. Это же скворечники. Что? Скворечники, скворечники. Ну это не скворечники, это... Это скворечники, а скворечники. Но я, к сожалению, здесь фотографии скворечников не предоставил. Ну, это просто делал такой проект, в городе же деконструировали парк один. И попросили меня что-нибудь такое сделать для этого парка, но ненавязчивое, не какие-то не огромные объекты, а что-то такое, ну как секретики какие-то, которые можно с трудом как-то так разглядеть. Я предложил сделать город для птиц. То есть сделал скворечники и человеческих домиков. То есть это домик, например, художественное училище, аэропорт, туалет, тюрьма, музыкальный театр, оперный. И вот когда их штук 40 этих домов, они раскрашены, там есть киоск по торговле цветами, есть булочная. Ну и смешно, когда там из аэропорта, ну, вылетает птичка, ну, или там залетает туда, или там в туалет залетел, а потом там посидел, а потом из туалета вылетает. И у меня, значит, там глава администрации говорит, а вот они очень ярко раскрашенные домики, мы сомневаемся, что у них будут птиц жить. Я сделал тогда рядом с домиками деревянных птиц, еще наверх их посадил, в общем, в деревянный домик, рядом сидит деревянная птица, и в домике живут еще настоящие птицы. В общем, довольно смешно так получилось. И довольно долгое время даже там продавали, мы сделали кормушки для птицы, и еще где-то около 200, наверное, настоящих домиков по всем законам для разных пород птиц. Для стов-соверстники были, для скворцов-скворечники, для уток там на берегу, потому что водокраилища Воронежского гнездо, где лебедей были в платформе. Очень много было, и была даже такая платформа с подзорной трубой, чтобы наблюдать за всеми жителями этого парка. А это вот такие монстры сказочные. Ну и там вот тоже, интересно было мне, там всякие слова, они тоже живут такие, как деревянные, там правда, гривда, старичок-рисовичок. Горь зла счастья, вот, всякие там царевка-ягушка, Иван-Царевич. Вот, но это как бы серия не закончена, она продолжается, потому что она как бы ни к чему не приурочена, просто делается и делается. И еще вот немного я хотел бы рассказать, значит, о такой вот сфере своей деятельности, но она больше относится, наверное, ну как бы не то чтобы аккуратов, какая-то общественная нагрузка такая для себя. Ну, вот в этот момент, значит, ну, стал задумываться о том, что все события, основные происходят в Москве. Ну, в конце 80-х годов, там, мы же решили ездить за границу, стали за границу ездить в Москву, а в провинции, как бы, событий немного, потому что мало галереи, мало музеев, и художников, как бы, там, немного. Все разъезжаются сразу куда-то там. И поэтому было одной из таких задач, чтобы организовать в Воронеже, ну, какой-то такой образовательный центр, выставочное пространство. И, наверное, вот, россияне привыкли все художники зимой жить в городе, а на лето уезжать куда-то на пленэр. Сейчас, вот, недалеко от Воронежа есть красивые места, тоже горы, не такие, как у вас, там, низкие, такие, они, меловые, меловые горы, но они очень аркаличные, очень древние и очень красивые. Это раньше было дно мелового моря, еще когда динозавров не было, да, там, до них. И потом как-то там, землетрясение, что-то произошло, и вот этот мел стрибился, то есть, я живу по течению реки Дон, среднее течение, там степи везде, и вдруг в этой степи такое плато стоит огромное, меловое, и в результате выветривания, там, каких-то естественных процессов, из этого мела как бы вылезли такие доскалы меловые, как зубы такие белые, как чат. И там есть магистры, церкви пещерные, очень красивые. Вот. И я подумал, что вот этот заповедник в Дерлагорье идеальное место для того, чтобы летом там проводить симпозиумы, пленеры всевозможные, арк-резиденции. И поэтому там купил себе земли, построил музейчик, галерею, там, где-то в гостинице потом открылось, и создались какие-то приятные такие условия для жизни. И каждое лето туда приглашаю художников, литераторов, артистов, музыкантов, и что-то там происходит. А в этом году меня жена, значит, уговорила устроить праздник, посвященный Пушкину, потому что в этом году Пушкину исполнялось 220 лет, и было объявлено, что по всей стране будут праздноваться, там открываться памятники, читать стихи. И мы все ждем, ждем, что-то нигде памятники Пушкина не открываются, не празднуются. Ну и решили сами как бы открыть памятник, как праздновать все там. И вот приехали в Дерлагорье, пригласили туда художников, поэтов. Я сделал памятник Пушкину, согласовали все с администрацией, и устроили такой праздник. Праздник, посвященный, значит, Пушкину. Разные художники, конечно, современные, вы знаете, они разными и методами выражают свои идеи. Вот, например, Сергей Аляков, молодой художник, он посадил дуб зеленый, потому что у нас эпиграфом нашего праздника были слова Пушкина, у Дерлагорье дуб зеленый. И вот, значит, в Дерлагорье есть, а дуба не было. И вот у нас теперь дуб зеленый. И вот мы теперь ждем, когда он вырастет, чтобы там золотую цепь на него повязать. Кот ученый уже тоже там привезен, есть. Вот, так что Сергей, вот такой промодевация, значит, посадка дуба зеленого. Там, значит, у нас есть девочки, мальчики, которые варят такой бренд, уже российское литературное варенье. Они варят в разных усадьбах по рецептам разных писателей варенья. И вот здесь по рецепту пушкинское варенье варенье, то, которое Пушкин любил. И вот все, значит, пили самогоду, закусывали варенье Пушкина. А это, конечно, мы устроили демонстрацию. Вот, я сделал довольно много масок Пушкина и Пушкин им раздал пистолеты, потому что Пушкин должен быть воронежом. Вот, и они первые вот эти шеренги Пушкина, две шеренги с пистолетами, и кричали, как бы, цитаты из стихотворения Пушкина. Вот, там чудеса, там леший бродит, и там, например, я помню чудные рудовения. Ну, в общем, самые такие знаменитые. И мы рассчитывали, что к нашей демонстрации присоединяется там огромное количество туристов. На самом деле, в этот заповедник приезжай. Но людей это страшно напугало. Они подумали, что это митинг протеста, что-то вроде болотной площади. И разбегались, и прятались к вас, и все. И когда мы говорили, да это всего лишь только стихи Пушкина. Ну, конечно, нас не обмалишь. И, значит, в интерьере моего исторического музея я там построил такой чудо-сарайчик, чудо-сарайчик, где собраны экспонаты, половецкие бабы, оружие кочевников, портреты Петра Первых, и все, что связано с историей Дерногории. И вот Алина, воронежская художница, она сделала очень хороший выступ, посвященный Пушкину. Называется «О чем смеялся? Поликарп». Она своей родословной нашла «Пра-пра-пра-пра-пра-пра». Он был современником Пушкина. В 1800 году рождения вызывали его Поликарп. и все значит потомки происходящие от поликарпа не знаю я не практически ничего кроме того что удобно вот и залить без смены что он смеялся так заразительно что услышав эту смерть менялись все и алина кстати она сверху за точно так же заразительно и когда она смеялась я представляю себе что смеется поликарп нашла старые фотографии всех своих родственников которые только сохранились происходящих вот этого поликарпа сделала фотографии их рта и вот она как раз сейчас забирается вывести в экспозиции и получается что вот глядя на эти губы мы никогда не услышим какие звуки издают эти губы эти люди но знает смеется алина мы можем себе представить как смеется очень страшно интересно какая была история но это вот тафик с любимым творением пушкина и скрыжок и конечно до этого он опять это митинг их подвинулся все хотели найти до кафе потому что все туристы спрятались в кафе вы решили пойти в кафе а потом там были очень интересны поэтические чтения я пригласил воронежских поэтов писателей каждый подготовил свое выступление и там были и песни пели это все вот около памятника пушкину фотографировались это вот такой памятник цилиндр во дворе моего музея чудеса рачка с пистолетами вот а это потом был ночной перформанс девочки показывают первому сафраги тоже красивый юлика школа это вот еще одно дело выставка у меня в интерьере галереи галереи где на беремке значит там воронежский художник очень хорошее видео проекте документацию сделал он ехал по маршруту на машине пушкина когда пушкина сослали на кавказ вот и у них учились и так называется степи который проехал пушкин поэтому ваш проект на машине и он из окна машины снимал населенные пункты которые соответствуют названием на карте то есть движется карта поверили по карте до указывается населенный пункт который проезжает и в окно мы видим как сейчас выглядит населенные пункты через которые раньше когда-то проезжал пушки очень хороший фильм получился а второй фильм он снял в 30 километрах от воронеже нашел село где стоит памятная стелла то есть местные жители еще в 60-е годы поставили купили на заводе где он делает надгробие как надгробие такое купили мраморное и написали там 1820 каком там году пушкин в этом селе пил воду из колодца и вот такой стоит надгробие на котором такая надпись есть я скажу село называется пушкина и там единственная улица называется пушкин улица пушкина и каждый год они читали только у кого-то стихи пушкина одевают цилиндры пакет партой то есть он почти что вот как вот я не до прийти такой травме это все нашего шесть и собирается вот это собственно говоря подобные мероприятия устраиваются довольно веселые мероприятия но бывают и не очень серьезные там от резиденции когда приезжают серьезные художники но единственное условие например что касается от резиденции в гернаторе поскольку там заповедник то вы ставим такое условие что так не остается на территории заповедника ничего потому что это все будет нарушать естественный вид природы потому что там природа охраняется и для произведений или демонтируются или сжигаются и закапываются землю или как можно например вань домиков сделал произведение которое исчезло само по себе сделал их на бумаги покрыло желатиновой какой-то смесью такой которые должны были съесть муравьи растворить дожди и все это в конце концов должно было стать удобрением для деревьев что собственно говоря последствий случилось или например осенний жиряй например сделал произведение он несколько дней усилил подстилку на траву и трава от его тяжести тело примялась а потом когда он убрал подстилку то трава как-то распрямилась и след арсения жильяева исчез то есть вот как бы такие проекты которые не вредят природе но оставляют след в душе зрителей которые приезжают все это смотрят они в основном конечно там геннагорье спектакли шести перформансы вот собственно вот и все что я хотел вам рассказать о себе я думаю что все понятно если есть какие-то вопросы можете спросить не могу рассказать там представьте себе что стиль ну чё ты не готова на горе на горе и картинки и картинки картинки все заходи поехать туда за самая конечно последнее время не был здесь я просто это вот например храм довольно большой церкви фицилийской божьей мари, который находится в горе а вот это вот постройки мусского монастыря, который находится на расстоянии километров трех наверное от этой церкви, и там тоже есть пещерная церковь, это пещерная церковь Анна Притеча, она тоже находится над пещей а вот там наверху вы видите, это такой меловой каньон, то есть здесь на фотографии он похож на обрах но на самом деле вот эти все скалы, они довольно большого размера, они 5-6 этажей как будто, эти 5-6 этажные дома и они довольно причудливый фото напоминают, знаете, такие скульптуры, где на ремонт с дырками, с какими-то выветривыми то есть сюда обычно приводят туристов в каньон показывать, как вот эти вот скалы возникают с помощью выветривания дождей так как размывает сначала, земля уходит, и потом вот эти скалы, они остаются на поверхности вот, и все вот эти скалы, они находятся на меловом платок, там видите, мы стоим, когда вот здесь, например, отсюда и вот видим там вдалеке река Тор, течет, ну то есть высота небольшая, у гор, ну там метров, наверное, может быть, там 70, как-то вот так но вид романтичный, потому что кругов, вы видите там, да, внизу, там абсолютно как бы степи, проваженные утюгом такая равнина сплошная, и тут вдруг среди такой равнины какие-то вот странные такие вот образования вот это, собственно говоря, заповедник в Девнатоле, где мы устраиваем всякие мероприятия, вот, и вас туда приглашаем еще такой вопрос, например, Сорокин вооружен саморезом нет, Сорокин вооружен ледяным молотом а вот у тебя прям кружочек и прям на нем крестик крестик это лед привязан собачьи шкуры к деревянным основаниям ты можешь перечитать книгу, там технология очень подробно напишет, как сделать самому ледяной молот можно вопрос еще? да вы говорили, что у нас есть серия обнаженных женщин да как? да вы еще не говорите может, не хотели бы, но вопрос не хотел как вы топором вырезаете соски? ну, вы же наверно вы видели, у меня там... я как бы прибегаю к разным хитростям то, что нельзя вырезать топором, можно нарисовать краской то есть они не настоящие ну, это же ведь... знаете, в свое время был такой художник французский Андрей Макис и ему говорили, спрашивали что же вы таких, этих самых, уродневых женщин-то рисуете? значит, я не женщину рисую, а картины ну, поэтому здесь как бы... женщина это как бы тема женщина вызывает обычно такие ощущения радости, счастья да, то я ну, и когда делаешь скульптуру, то она хочет, чтобы она радовалась все очень и женщина радует всегда она может потом и огорчить, но радует больше где, главное, Тима самый отъявленный поклонник женщин ну, вот, позволяйте на такие замечания это же нас отъявлено ну, настоящие ультюборцы не так настоящие ну, почти, да вообще, конечно, надо иногда делать как бы такие анекдоты художников я помню, когда я с Сережей работал в Черногории когда мы приехали, он сразу написал заявку, что ему должен машина-лес, художник а машина долго не шла и пришла уже к концу всего прочего и мы привезли машину Кипариса и когда он начал рубить его находиться было в районе, в округе километра невозможно стояла страхная парфюмерная воля чудовищная абсолютно и просто вот, когда, аааааа, Кашков вышел на работу то есть он работал по всмерной паре и все пропасть в этом мерзком типа ну, знаешь, время поджимает я бы тоже о тебе поговорить а какого возникает сегодня у вас? как вы попасть на работу? а, ну, что сейчас финансирование нет никакого поэтому у нас резиденция сжалась до... ну, короче, если у кого-то есть желание и самому приехать мы можем есть где жить поселить, питание предоставить материалы вот, тогда мы с удовольствием воспримем к себе рост то есть дорога только застройщая? ну да, если вы если вы согласны, как говорила Сальвадор, да не есть перепелов мед, сметану и вот и откажетесь вот гороковые каши и черного хлеба потому что их надо покупать а все остальное даю бесплатно нужно называть тогда адрес электронный куда писать за это? надо просто записать мой телефон и электронный адрес мой лично записан да, и... да потому что вот в этом году и в прошлом году я просто сам изыскал какие средства и проводил себе предприятия а до этого, когда у нас еще были менеджеры, которые сейчас живут в Берлине, Нью-Йорке и вон в Воронеже как бы там ну, как в нашей стране там была проблема вот, конечно да, были спонсоры были гранты и тогда проводились масштабные всякие мероприятия а сейчас даже вот заповеднику я вот, например, там помогаю финансово например, они меня долго время арентовали под офис мой личный дом и значит... да, им отказывали в том, чтобы купить дом, купить участок вот, понимаешь и я говорю, ну хорошо, давайте берите меня варенок мы берем, мы только мы будем тебе платить 500 рублей в год аренду АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ